Творческий коллектив русского театра вместе с местными жителями жалуются на винный бар, расположенный по соседству, точнее на молодежь, которая там развлекается. Актеры говорят, что ночью нетрезвые молодые люди устраивают шумные посиделки на лестнице, а служебный дворик превратился в общественный туалет. Кроме того, ежедневные вечеринки мешают проводить спектакли, ведь музыка иногда звучит слишком громко. Главное требование коллектива – закрыть бар. Для этого даже собрали подписи и заявления соседей. Пьяная, беснующаяся молодежь. В неограниченном количестве на Хэллоуинах было порядка 50 человек, сидящие на ступеньках наших аварийных входов, пожарных входов в театр. Плюющие, разбивающие стаканы, включающие музыку. Причем настолько громко, что во время тихих сцен на сцене мы слышим эту вакханалию, мешающие артистам. Но самое главное – находится это все в переулке, который соединяет две исторические улицы нашего города. Коллектив русского театра решил бороться с молодежью самостоятельно. Для этого пожарные выходы и лестницы оградили сигнальными лентами. Говорят, что иначе не хватит средств красить стены. Они одурманены какими-то веществами. Я уж не говорю про алкоголь, который тоже неизвестно какого и какого качества. Понимаете, и то, что это происходит в самом, что называется, сердце города, в его культурном и историческом центре, это невозможно, этого не должно быть. Это стыдно. Соседи несколько месяцев собирали видеодоказательства, вызывающего поведение молодежи. Говорят, что уже три года борются за закрытие бара. У меня окна выходят прямо практически на бар на втором этаже. Невозможно. Ни окна открыть летом, ни поспать детям нормально, ничего. Крики, гам, постоянно пьяные. У нас в парадной постоянно валяются шприцы и что только не хочешь. Администрация винного бара считает, что обвинения в их адрес беспочвенные. Говорят, что их гости ведут себя вежливо. А вот контролировать молодежь вне бара не в их полномочиях. И на все жалобы всегда реагируют. Если бы посетители разрисовывали стены, то я бы в первую очередь возмущалась, потому что это ненормально для бара. Наши посетители, как вы можете заметить, сидят за барной стоечкой, за столиками, общаются, пьют вино, ненавязчиво слушают музыку, как, собственно, в любом другом баре. Полиция приезжала по жалобе. Несколько раз приезжали по жалобам на громкую музыку. Естественно, музыка, как вы сами заметили, у нас фоновая. Приезжали и уезжали. Продолжение следует...